Народное творческое объединение «Этюд» существует с 1977 года. В него вошли одинцовские художники самых разных возрастов и мировоззрений, приверженцы различных стилей и жанров. Организация подобных выставок – важная часть их работы. Для учеников школы-интерната имени Фурагиной художники привезли свои лучшие работы, не только картины, но и фотографии, и рассказали ребятам о живописи. Поздравляю вас с таким событием в вашем здании, в вашем помещении. Я надеюсь, что вам понравится то, что мы вам привезли и то, что покажем. Сейчас я хочу вам немножко рассказать о том, о живописи, что такое искусство. На сегодняшний день творческий коллектив «Этюд» насчитывает около ста человек. Самому юному художнику всего 14. Лет 13-14 начала рисовать. Больше всего сначала аниме, оно попроще сначала. Потом приходил настоящий профиль, а сейчас реалистично немного работает. У всех художников свои источники вдохновения. Любу вдохновляют мультики. А Ринат Шафиков, руководитель коллектива, начал рисовать, чтобы выплеснуть на бумагу свою боль. Первый рисунок. Ну, Афганистан. Шариковая ручка – это Афганистан. Их можно по тетрадке увидеть. Это, значит, бой в районе между Джалабадом и Садабадом. Я нарисовал картину в Афганистане, вот когда я подорвался на БТР. Воюешь где-нибудь, а ручка нарисовал, уже как-то душу отложил от себя. И спокойно душой все становится. Своим умением и техникой Ринат и другие художники поделились со школьниками. Художники из народного коллектива «Этюд» проводят такие акции каждый месяц. На них они не только представляют свои картины, но и проводят вот такие мастер-классы, где уже сами участники чувствуют себя творцами. Ведь художник – это не тот, у кого есть вдохновение, а тот, кто умеет поделиться им с другим. И с этой задачей одинцовские художники справились. Меня не интересовало вот это вот все, рисование и все такое. Вот как только уже приехали гости, художники, вот я уже вспомнил, что такое. Художники смогли вдохновить ребят, а они в свою очередь вдохновили художников своим чувственным выступлением. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.